Люберецкий военный аэродром отмечает юбилей. До 60-х годов здесь дислоцировались авиационные части, в том числе знаменитый 16-й истребительный авиаполк ПВО в годы Великой Отечественной войны. Он осуществлял прикрытие Москвы с воздухом. Подробнее в нашем следующем сюжете. Этому аэродрому исполняется 90 лет. Он ведет свою историю с 1932 года. В музее Кадетской школы открылись сразу две экспозиции. Одна из них посвящена 90-летию со дня первого полета с Люберецкого военного аэродрома. Он помнит имена Александра Покрышкина, Василия Сталина, Тимура Фрунзе, Степана Микояна и других легендарных летчиков, многие из которых стали героями Советского Союза. Отсюда летали летчики. В наших городках живут ветераны и Великой Отечественной войны, и ветераны военной службы, настоящие сыны Отечества. И задача нашего музея – рассказывать об этих людях. Среди экспонатов и фонарь для аэродромного ручного освещения. Он выпущен в 1941 году и не где-нибудь, а на Люберецком механическом заводе. Сигналы могли быть вот такие. Вот этот фонарь, может быть, и служил на нашем Люберецком аэродроме. Более 60 лет назад был совершен последний вылет с аэродрома. В настоящее время почти вся его территория застроена жилыми домами. О том, что здесь когда-то был военный аэродром, напоминает только ангар для самолета. Другая экспозиция «Нам выпала честь покорять небеса» посвящена заслуженному военному летчику СССР Владимиру Ялину. Экспозиции мы порассказываем о том, где он летал, как он летал, на каких самолетах. Макеты самолетов изготовлены учениками кадетской школы на занятиях по авиационному макетированию. Под руководством Сергея Карповича ребята сделали уже три макета в масштабе 1 к 25. На двух из них, в том числе Ан-22 Антей, летал Владимир Ялин. Самолет приняли на вооружение через два года. Мы уже два потеряли, два экипажа потеряли. Во Вьетнам полетели, на Дальний Восток полетели, в Перу полетели. Мне сказали, выпадите первую. Ялин и сегодня первый. Старше его в военном городке фронтовиков нет. История должна быть овеществленной, говорит Ирина Вартанова. И музей кадетской школы является тому примером. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.